Изменения в грядущие призывные кампании, а также итоги прошлогодние обсудили в ходе рабочей встречи. В 2019 году в армию из региона отправились 12 тысяч молодых людей. Итог прошлого года, он был, я бы сказал, убительным с точки зрения и качества, и количества призывников, которые были призваны на военную службу. Самое главное, что это самый высокий результат в стране – 12 тысяч призывников. 565 казаков – для нас это тоже очень принципиально важно. В самом деле, это показатель и спортивной подготовки в крае, в целом отношение к физическому здоровью. И я рад, что сегодня наши призывники, они востребованы в вооруженных силах России. Мы нашли понимание во всех структурных подразделениях, в своих военкоматах, в муниципальных образованиях. И хочу сказать, что динамика действительно хорошая. Годность повысилась на 1%. 82% в Российской Федерации – один из самых высоких показателей. Ведущие места по количеству новобранцев край удерживает уже не первый год. Такие результаты стали возможны в том числе благодаря слаженной, допризывной работе местных властей и районных военкоматов. Александр Кузнецов передал главе Кубани грамоту от командования Южного военного округа. Командование Южного округа награждает именно не меня, не вас, а администрацию государского края за итоги 2019 года в боевой мобилизационной готовности. Это важно для нас, потому что здесь вопрос не в грамоте, а в том, что сегодня то, что мы делаем, нужно в первую очередь армии. Мы делаем большое, важное, огромное дело, вносим свой вклад в Краснодарский край, в обороноспособность нашей великой страны. Это очень важно. И мальчишки, которые, мальчишки, да, пока они еще присягу не приняли, ничего в мальчишке, но когда они принимают, это настоящие солдаты, которые, я уверен, смогут выполнить любую задачу, потому что это мальчишки из Кубани. На самом деле молодежь Кубани, она качественно подготовлена к службе, они не уходят и не убегают от почетной обязанности служить в армии. И мы делаем все, чтобы молодежь была готова к службе в вооруженных силах России. Кроме того, на встрече обсудили работу военкоматов с семьями призывников. Созданы специальные группы, которые следят за судьбой солдат и сообщают родителям об условиях их проживания и любых возникающих проблемах. В регионе уже готовятся к весенней призывной кампании. В нынешнем году отдать долг родине должны как минимум 11 тысяч новобранцев из Краснодарского края.